Дорогие друзья, сегодня 9 мая. Это особый день и в жизни нашей страны, и в жизни народов и стран, которые входили раньше в единую страну, в Советский Союз. Это особый день для всех народов Европы, да, я бы сказал, и для всего мира. Но это особый день и для каждой семьи, для каждого человека. Это особый день для нашего университета, который был создан в последний год Великой Отечественной войны. И первые студенты пришли учиться сюда с фронтов этой войны. И через нашу жизнь мы не только пронесли память о наших учителях, о наших родителях, но мы эту память чтим о дни, связанные с праздником 9 мая, вновь и вновь возвращают нас как к памяти о тех событиях, так и к памяти о наших близких и родных, которые были участниками этих великих, но трагических событий. Вот за моей спиной находится доска, где выбиты фамилии и имена наших профессоров и преподавателей, которые участвовали в войне. Их уже нет с нами, но мы всегда их вспоминаем, благодарны им и за то, что они защищали наше поколение и последующее поколение во время войны, и за то, что они дали нам прекрасные знания, которые позволили нам адаптироваться, жить, успешно работать в нашей сегодняшней жизни. А справа портреты и фамилии тех наших учителей, которые, к счастью, сегодня живут, и наш ректор Николай Иванович Лебедев, это прекрасный преподаватель Анфилофио Мария Михайловна, великолепный арабист Малюковский Маргарий Пагизович. Я низко кланяюсь и хочу сказать, что тот концерт, который сегодня нам всем подарят ребята наши, ребята, которые создали, на мой взгляд, великолепные художественные произведения в этот день, из нашего здания на проспекте Вернадского, из Одинцова, из нашего Тоскенского филиала, это сегодня одна большая студенческая семья, это их подарок всем вам, дорогие ветераны, дорогие преподаватели, и, конечно же, это подарок и нашим студентам, которые сегодня находятся не в простой ситуации самой изоляции, но я очень верю, что этот оптимистический концерт, хотя, конечно, там будут звучать и песни, которые не могут не вызывать, и стихи не могут не вызывать грусти, но, тем не менее, этот концерт оптимистический, он позволит нам почувствовать, что мы все вместе, несмотря на то, что мы находимся, многие из нас находятся, да большинство находятся сегодня в самоизоляции. В нашем концерте прозвучит песня, которая стала по существу песней народной, День Победы. Я хочу с благодарностью вспомнить, что слова этой песни написал замечательный поэт Владимир Гаврилович Харитонов. Наш студент, который поступил в МГИМО в 1946 году, но очень быстро выявились его поэтические таланты, и по совету нашего же профессора, а мне довелось быть и его учеником тоже, Сидорина, он ушел учиться после трех лет обучения МГИМО в литературный институт и стал известным поэтом и автором очень многих песен, которые мы с удовольствием поем и сегодня. И эта песня прозвучит сегодня в том числе с участием потрясающего исполнителя, очень любимого всеми нами человека, который не раз бывал в нашем университете и давал здесь сольный концерт, Лев Валерьянович Лещенко. Спасибо ему большое и вам, Лев Валерьянович, сейчас все вы смотрите этот концерт. Здоровье, здоровье и здоровье. Мы вас очень любим. Я хочу пожелать всем счастья, здоровья, благополучия и, конечно, ощущение того, что трудности, которые у нас есть, они приходящие, они пройдут. И мы победим и в этой войне. Мы ждали этот день. Мы готовились к нему в Москве, в Одинцово, в Ташкенте, во всей России и во многих странах мира. И вот он пришел. Наш День Победы. Мы рады ему и поздравляем всех нас с праздником. Здравствуйте! И пусть над нашими головами всегда будет только мирное небо. Сегодня мы объединены одним событием, одной радостью, одним юбилеем. Но разъединены одним коварным вирусом. Поэтому учимся дистанционно. А праздники даже такие великие, как День Победы, только онлайн. Но даже находясь друг от друга за сотни километров, мы все равно вместе. И вместе с нами участники сегодняшнего праздничного концерта, студенты, магистранты, аспиранты МГИМО, Одинцовского кампуса и филиала МГИМО в Ташкенте. Вместе с нами и вы, дорогие наши зрители. Сегодня мы услышим лучшие стихи и песни о войне и победе. Мелодии военных лет прозвучат в исполнении солистов и творческих коллективов университета. На видеосвязь из разных континентов мира выйдут наши выпускники, чтобы поздравить многочисленную МГИМО-семью с Днем Победы. Мы вспомним историю МГИМО, которая начиналась в военном в 44-м году. И имена героев Советского Союза, выпускников нашего университета. И сейчас мы с вами видим редкие архивные кинокадры. Это видеохроника 1944 года. На ней запечатлены первые студенты МГИМО. Они только что вернулись с фронта и сразу заполнили аудитории нового университета. В добрый час, говорят им их первые преподаватели. И, конечно, мы должны вспомнить страшную статистику Великой Отечественной войны. Она шла в долгие 1418 дней. Наша страна потеряла в этой войне 27 миллионов жизней. Было разрушено 1710 городов, более 30 тысяч заводов и фабрик, 65 тысяч километров железных дорог. Уничтожено 70 тысяч деревень и сел. В историю величайших сражений человечества примером мужества и героизма навсегда вошли. Оборона Брестской крепости, битва под Москвой, Сталинградское сражение, Курская битва, оборона Севастополя и, наконец, взятие Берлина. Когда пришел долгожданный День Победы, его встречали радостным ликованием, цветами и песнями, но со слезами на глазах. День Победы Как понять и как осмыслить это? Десять крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света, и живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хата, где-то сад, река, знакомый смех, мать, жена. А если не женатый, то девчонка, лучшая из всех. На восьми фронтах моей отчизны уносил войны водоворот каждую минуту десять жизней. Значит, каждый час уже шестьсот. И вот так четыре долгих года, день за днем, невероятный счет. Ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ. Мир пришел, как дождь, как чудеса, ярко-синью душу ополя. В верхний вечер, в птичьи голоса, облаков взымая паруса, как корабль плывет моя земля. И сейчас мне обратиться хочется к каждому, кто молод и горячий. Кто б ты ни был, летчик или врач, педагог, студент или сверловщица. Да, прекрасно думать о судьбе, очень яркой, честной и красивой. Но всегда ли мы к самим себе подлинно строги и справедливы? Ведь, кружась меж планов и идей, мы нередко, честно говоря, тратим время попросту зазря на десятки всяких мелочей. На торопье, на пустенькие книжки, на раздоры, где не прав никто, на танцульки, выпивки, страстишки. Господи, да мало ли на что. И неплохо в каждом из нас, а ведь есть душа, наверное, в каждом, вспомнит вдруг о чем-то очень важном, самом нужном, может быть, сейчас. Сметя все мелкое и пустое, скинув скуку, черствость или лень, вспомнить вдруг о том, какой ценой куплен был нам каждый день. И, шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрит с верой и любовью вслед вам те, кто жил во имя вас. Наш сегодняшний праздничный концерт объединяет несколько поколений. Тех, кто помнит военные годы, кто ребенком испытал непростое послевоенное время, и тех, кто видел войну, к счастью, только в фильмах и кинохронике. Вы заметили, что во многих из них играет очень узнаваемая, веселая и озорная Риорита. Эту мелодию испанский композитор Энрике Сантиухини написал в 1932 году, находясь в Берлине. Да, родившаяся в довоенной Германии мелодия очень быстро разнеслась по всему миру и впоследствии стала одной из самых популярных композиций 20 века. Настолько популярной, что в честь этой легкой, воздушной и неведомой Риориты родители называли своих дочерей. В нашей стране этот испанский посадобль превратился в настоящий культурный феномен, неразрывно связанный с трагическими событиями Великой Отечественной. Кто бы мог подумать, беззаботно танцуя в 1941 году Риориту, что впереди их ждут почти четыре года страшной, разрушительной войны, четыре года ужаса, неизвестности и надежды. Дорогие друзья, сегодня у нас есть редкая возможность увидеть и услышать выпускников НГИМО, которые несут свою дипломатическую службу далеко за пределами Родины. Нам очень приятно, что в этот великий день, несмотря на разделяющее нас расстояние, они с нами мысленно и на видеосвязи. Здравствуйте. Когда я слышу слова «День Победы», я в первую очередь чувствую гордость за свою Родину и наш народ, который смог одержать важную и очень тяжелую победу в кровопролитной войне с фашизмом. Еще я думаю о таких понятиях, как честь и отвага наших защитников. И, конечно же, любовь и благодарность за мир и спокойствие. Благодарность нашим ветеранам за то, что они смогли оградить следующие поколения от надвигавшегося ужаса. На ум приходит еще одно слово – долг. Во время войны наш народ выполнал свой долг перед Отечеством, перед своими потомками. И сейчас уже мы, потомки, должны отдать долг нашим ветеранам, беречь их и хранить их наследие. Я хочу поблагодарить всех дорогих ветеранов и пожелать им крепкого здоровья и счастья, мира и радости. Эти пожелания я передаю всем студентам и преподавательскому составу моего родного университета НГИМО. И желаем НГИМО оставаться кузней студенческой дружбы и избавлять темпов по подготовке элиты нашей страны. 9 мая – день, когда мы благодарим всех тех, кто подарил нам мир. Кто боролся на фронте и в тылу, возрождал страну в трудные послевоенные годы. Несмотря на то, что с момента окончания войны прошло 75 лет, в этот день мы по-прежнему остро переживаем боль невосполнимой утраты тех, кто навеки остался на передовой. Наш священный долг – это бережно сохранить и передать последующим поколениям память о подвиге советского народа. Сердечно поздравляю коллектив НГИМО с Днем Великой Победы. Низкий поклон ветеранам за их мужество, стойкость и отвагу. В июне 1941 года вчерашние школьники и студенты в одночасье стали взрослее. Юность закончилась для многих. Навсегда. Поколение, родившееся в 1923 году, оказалось самым уязвимым. Именно им, 18-летним, выпала судьба оказаться на фронте в числе первых. Они должны были учиться, работать, растить детей, радоваться их первым шагам и словам. Ведь это так просто – жить, встречать рассветы, созидать, писать стихи или растить хлеб, учить детей или строить новые дома. Но для этого нужен мир. Мир – такое короткое, но такое емкое слово. Мирное небо над крепостью Бреста В тесной квартире счастливые лица Вальс политрук приглашает невесту Новенький кубик блестит на петлице А за окном, за окном красота нового луния Шепчутся звукоплакучие ивы Год сорок первый, начало июня Все еще живы, все еще живы, все еще живы, все, все, все Мимо фасадов Большого театра Мчатся на отдых, трезвонят трамваи В классах десятых экзамены завтра Вечный огонь у Кремля не пылает Все впереди, все пока, все пока накануне Двадцать рассветов осталось счастливы Год сорок первый, начало июня Все еще живы, все еще живы, все, все, все Вальс довоенный напомнило многом Вальс воскресил дорогие нам лица С кем нас свела фронтовая дорога С кем навсегда нам пришлось разлучиться Годы прошли, и отразок нам в тень и вечер Смотрят с портретом, друзья, учлили В памяти нашей сегодня и вечно Все они живы, все они живы, все они живы Все, все, все Мы готовили наш концерт, видя друг друга Только на экранах своих мониторов Нам казалось это непривычным и неудобным Мы почувствовали во время карантина Как нам не хватает свободы А теперь представим Какие испытания пришлось выдержать нашим ровесникам Которые были вынуждены оставить студенческую скамью Расстаться с семьей и отправиться на фронт Наши прадеды воевали за свободу и независимость нашей Родины И отстояли ее порой ценой своей жизни И если мы не расскажем об этом следующим поколениям Если позволим переписать нашу историю Значит мы предадим наших прадедов В преддверии праздника Управление по воспитательной работе МГИМО Совместно с Ассоциацией выпускников МГИМО Провели большую работу по подготовке к изданию памятной книги Лица нашей Победы Это была серьезная исследовательская деятельность с погружением в архивные документы С настоящим открытием судеб, дат и событий Нам удалось собрать более 150 фотографий и биографических сведений О первых наборах МГИМОвцев, вернувшихся с фронта Своими воспоминаниями делились родственники нынешних студентов И выпускников МГИМО, преподавателей и сотрудников Эта книга – дань уважения нашим предкам Наша признательность и благодарность им Книга «Лица нашей Победы» займет почетное место в Музее МГИМОв В качестве подарка она разъедется в разные страны мира И навсегда сохранит лица тех людей, которые подарили нам мир И пусть сегодня не смолкают слова нашей благодарности и признательности ветеран Перед боем тихие теплые вечера И покрыт тревожную сон тишиной У вчерашних мальчиков гимнастерки новые И письмо от мамы с собой Здесь всю ночь горела звезда одинокая И туман прозрачный лежит у реки Здесь березы белые, травы высокие Враг не должен дальше пройти А закаты алые, алые, алые Перед боем выстрелы не слышны Не об этом вместе с тобою мечтали мы За четыре дня до войны Полыхнули взрывы и небо обрушилось Солнца не видать прячет дыма стена Спят березы белые, травы высокие Забрала вас, мальчики, война Отстояли родину в годы суровые Нет следов далеких дорог боевых Нужно, чтобы помнили Мы с тобою помнили Именно героев своих А закаты алые, алые, алые Перед боем выстрелы не слышны Не об этом вместе с тобою мечтали мы За четыре дня до войны А закаты алые, алые, алые Перед боем выстрелы не слышны Не об этом вместе с тобою мечтали мы За четыре дня до войны Дорогие друзья, мы поздравляем всех, кто сегодня вместе с нами встречает этот великий праздник День Победы Мы с волнением готовились к нему Управление по воспитательной работе совместно с Центром патриотического воспитания Министерства иностранных дел России При поддержке Студенческого союза, Ассоциации выпускников и Европейского учебного института В честь 75-летия Великой Победы запустили интернет-платформу Цифровая библиотека «Дипломатия Победы» Чтобы создать этот интернет-ресурс потребовалось много сил, терпения и времени Проведена огромная работа в архивах МАГИМО и архивах внешней политики Российской Федерации Ее результат теперь можно увидеть в сети Причем аудитория, мы уверены, будет расти Наше дело правое Победа будет за нами В этом рукописном тексте своего выступления по радио Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов Сделал важную правку Ставя в середине еще одну фразу Брак будет разбит Рассматривая на сайте фотографии Читая документы Узнавая о том, как работала дипломатия в период Великой Отечественной войны Мы погружаемся в настоящую историю нашей страны Мы благодарим всех, кто собирал материалы, исследовал их и готовил к публикации на сайте Спасибо родственникам, которые сохранили военные письма и фотографии И, конечно, спасибо воинам, которые смотрят с пожелтевших фотоснимков на нас из далеких сороковых Спасибо за то, что мы есть Великая Отечественная война наложила отпечаток на историю и нашего университета Нам известно, что МГИМО родился в военном, в сорок четвертом году В тот момент стало ясно, что стране нужны дипломаты, которые будут защищать интересы государства И не допустят новых вооруженных конфликтов На третьем этаже нашего университета висит мемориальная доска С именами сотрудников МГИМО, участвовавших в Великой Отечественной войне Каждый день мы проходим мимо, даже не подозревая о том, какие истории скрыты за этими 110 фамилиями Всего в истории МГИМО около двух тысяч фронтовиков Это не только студенты, но и преподаватели университета Будущие МГИМОвцы участвовали во всех ключевых событиях Великой Отечественной войны МГИМО гордится тем, что в его рядах учились и работали 12 героев Советского Союза Вот те, кто первыми пришел с фронта на студенческую скамью МГИМО Николай Забелкин Юрий Винник Виктор Вольский Михаил Кудачкин Андрей Игнатьев Они не дали врагу победить Стойко держали оборону Рвались вперед И завоевали для всех нас Великую победу Вставай, страна огромная Вставай, насмертный бой С фашистской силой темною С проклятою ордой Пусть ярость благородная Скидает нам вода Война вороная Священная война А по снице и девушка Провожала бойца Темной ночью простилась На ступеньках крыльца И пока за туманами Видеть мог паренок На окошке надевичьем Все горело огонем Темная ночь Только пули свистят по степи Только ветер гутит провода Тускло звезды мерцают Ах, темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь И у детской кроватки тайгой Ты слезу утираешь Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз Люблю я Как я хочу К ней прижаться сейчас Глубоких Темная ночь Расселяет Любимая нас И тревожная Черная степь Пролегла Между нами Здесь птицы не поют В деревьях не растут И только мы плечом к плечу растаем землю Горит и кружится планета Над нашей Родиной людей И значит нам нужна одна победа Одна на всех Мы за ценой не постоим Одна на всех Мы за ценой не постоим Поклонимся великим тем годам Тех славных командирам Поклонимся И маршалам страны Мировым Поклонимся им Мертвым Женым Всем тем Которым Завыать нельзя Поклонимся Поклонимся Мород Всем миром Всем народом Все земля Отклонимся за тот великый бой Всем миром Всем народом Сердня, окладься, царь, как великий бой. Дорогие друзья, и снова в нашем праздничном концерте видео-привет от выпускников-дипломатов. На связи выпускник Международного правового факультета МГИМО 2001 года советник-посланник посольства России и Эстонии Сергей Налобин. Дорогие друзья, находясь сегодня на Таллинском воинском кладбище у монумента воину-освободителю, я хочу сказать, что для меня День Победы это память о моем деде Василии Алимасове, который прошел всю войну с первых ее дней и закончил ее на территории Германии. Это память о его друзьях-фронтовиках, с которыми он знакомил меня в Тюмени. А также это память о ветеранах британских арктических конвоев. Это очень сильные и смелые люди, с которыми мне довелось общаться в годы загранкоммунировки в Великобритании. Я хочу пожелать студентам университета хранить и защищать память о Великой Отечественной войне. Нам нечего стыдиться, нам есть чем гордиться, и мы обязаны делать это и впредь. Никогда еще человечество не знало такой жестокой войны. Блокадный Ленинград умирал от голода и холода, но не сдавался. Фашистское кольцо вокруг города на Неве сомкнулось в сентябре 41-го, а разорвано было лишь в январе 44-го. На город память фашисты сбросили более 100 тысяч богов. Были разрушены тысячи зданий, но город стоял. В нем работали предприятия, библиотеки, школы, концертные замки. Эта битва за жизнь продолжалась 900 дней и ночей. Вражеская армия рвалась в столице нашей страны. Москва оборонялась. Два миллиона жителей были отправлены в эвакуацию. В битве за Москву участвовало почти тысяча танков, 8 тысяч артиллерийских орудий, 667 самолетов. Маршал Жуков говорил, что самым памятным сражением для него стало освобождение Москвы. Великая Отечественная, или как ее называют во всем мире, Вторая мировая война, велась на территории 40 стран. В ней принимало участие 72 государства. Советские солдаты освободили от нацизма 10 европейских государств. Более 1 миллиона советских военнослужащих погибли в военных операциях по освобождению Европы. Только в Берлинской наступательной операции пали на поле боя 78 тысяч наших воинов. В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии наравне с мужчинами сражалось около 600 тысяч женщин. Женщины на войне служили в хозяйственных и медицинских частях. Они принимали участие в рейдах разведывательно-диверсионных групп и партизанских отрядов. Они были санинструкторами, зенитчицами, связистками, снайперами, пулеметчицами, водителями и летчицами. Среди них были и будущие студентки МГИМО. Женщинам, не вернувшимся с войны, посвящается танец, который исполнит магистранка МГИМО, лауреат международных конкурсов Ника Савчук. МГИМО. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем наш онлайн-концерт, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Среди выпускников МАГИМО есть и журналисты. Факультет международной журналистики уже много лет выпускает людей этой профессии. Сегодня они работают в ведущих СМИ страны и мира. Когда слово становится сильнее оружия, война начинается и заканчивается за столом переговоров, а не на поле брани. Оружие журналиста – слово. Как всякое оружие, оно может ранить и даже убить. Но слово способно и вернуть к жизни, и воодушевить, и направить, и порадовать. Особенно это было важно на войне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас с нами на видеосвязь выходит Наталья Канонова. Она выпускница 2017 года факультета международной журналистики. И сегодня работает в посольстве России в Демократической Республике Конго в должности пресс-атташе. Вот уже 75 лет рождаются дети и вырастают целые поколения, которые не знают, что такое война. Мирное голубое небо над головой мы воспринимаем как данность, порой не задумываясь о том, что старшие дипломаты, некогда воспитанные в НГИМО, ежедневно борются за его сохранение. Я хочу, чтобы каждый наш студент со всей ответственностью помнил НГИМО – это кузница будущих защитников не просто интересов нашего государства, а защитников мира. Эту эстафету передали нам наши героические прадеды и наша обязанность сохранить ее и передать дальше. Из Демократической Республики Конго я поздравляю каждого ветерана и каждого студента и преподавателя МГИМО с Днем Победы. Наши посольства в это непростое время по всему миру и в Африке в частности, наши выпускники от секретаря референта до посла продолжают бесперебойно работать. Потому что 9 мая – это наш святой праздник и никакие внешние обстоятельства, ни вирус, ни расстояние, ни самоизоляция не позволят нам забыть подвиг нашего народа. Сегодня в нашем концерте звучит много мелодий, которые были написаны в военные годы. Вспомним знаменитое «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?» После боя сердце просит музыки вдвойне. Во время Великой Отечественной войны были созданы тысячи театральных бригад и передвижных театров, которые дали более 100 тысяч концертов. Артисты старались добраться до всех воинских частей, чтобы поднять настроение бойцов перед сражениями. Они выступали на грузовиках, на крышах, полянах, палубах и просто на дороге. Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Галина Мишневская, Любовь Орлова, Лидия Русланова. Ее даже окрестили гвардией народной артисткой. И еще сотни артистов, музыкантов и певцов сутками выступали перед солдатами, внося свой вклад в победу. Песни военных лет не стареют. Их с удовольствием исполняют уже правнуки солдат Победы. Хорошие девчата Заветные подруги Приветливые лица Огоньки Веселый класс Лишь мы затянем песню Как все спорцы в округе Голосами своими поддерживают нас Мы затянем песню Как все спорцы в округе Голосами своими поддерживают нас И рано на рассвете И после труды смели Веселые запевки В нашей комнате звучат Скажите нам, ребята Скажите откровенно Было б скучно, наверное На свете без девчат Скажите нам, ребята Скажите откровенно Было б скучно, наверное На свете без девчат Мы, друзья, перелётные птицы Только быть наш одним нехорош На земле не успели жениться А на небе жены не найдёшь Потому, потому что мы пилоты Небо наш, небо наш, родимый дом Первым делом, первым делом самолёты Ну а девушки, а девушки потом Первым делом, первым делом самолёты Ну а девушки, а девушки потом Чтоб с тоскою в пути не встречаться, Вспоминая про ласковый взгляд. Мы решили, друзья, не влюбляться Даже в самых красивых девчат. Потому, потому что мы пилоты, Небо наш, небо наш, родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты, Ну а девушки, а девушки потом. Первым делом, первым делом самолеты, Ну а девушки, а девушки потом. Мы продолжаем принимать поздравления от наших выпускников, находящихся на дипломатической службе в разных странах нашей планеты. День победы – это замечательный праздник, очень торжественный и очень особенный день для каждой семьи, когда мы вспоминаем наших дедов и праздников, тех, кто воевал и победил в самой кровопролитной войне в истории. Сегодня я хотел бы пожелать всем ветеранам, а также студентам и проферско-преподавательскому составу университета самое главное здоровье, особенно в это непростое время, мирного неба над головой и успеха в работе ради блага и процветания нашей Родины. С праздником, дорогие друзья! С днем победы! 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 Мы очень рады, что в этот праздник нас вновь объединил наш любимый университет. Пьеса, которую мы сейчас с вами слушаем в исполнении солиста МГИМО симфонии Михаила Зайцева, студента второго курса МЭО, так и называется «Дружба». Для нашего концерта Михаил со своим творческим руководителем подобрал очень популярную и узнаваемую мелодию. Мы все в МГИМО не только получаем прекрасное образование, но и учимся по-настоящему дружить. И что самое ценное, наблюдая за выпускниками МГИМО, мы видим, что они хранят студенческую дружбу в течение всей своей жизни. Наш великолепный МГИМО – ровесник Победы. Он уже вступил в свой 76-й год и неплохо себя чувствует в этом возрасте. Не пасовать перед трудностями, не сдаваться и, главное, не унывать. Вот все, что требуется от нас в эти дни, когда кругом уже расцветают яблони и груши. И плывут туманы над рекой? Ничего, еще немного, и мы снова будем вместе. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Пой ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Ранним утром 9 мая 1945 года на одном из самых оживленных берлинских перекрестков, заваленном покореженной фашистской техникой, лихо орудовала флажком молодая регулировщица. Вдруг послышался цок от копыт, и все увидели приближающуюся конную колонну. Это были казаки из кавалерийской части, начавшие свой боевой путь в заснеженных просторах Подмосковья в памятном декабре 1941 года. И дальше, как в песне, регулировщица пригодила путь машинам, пехоте и тягачам, и пропустила вперед конницу, крикнув на прощание «Давай, конница, не задерживай!». Вечером того же дня поэт Цезарь Солодарь в салоне военно-транспортного самолета набросал первые строчки будущей песни. В этот же день братья-композиторы Даниил и Дмитрий Покрасы сочинили мелодию, усилив ее лихим припевом. Едут-едут по Верлину наши казаки. Так, всего за один день родилась песня, которой сегодня исполнится ровно 75 лет. В нашем праздничном концерте ее исполнит ансамбль «Мем и его энергия». Казаки, 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 Едут-едут по Верлину, Казаки, 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 Едут-едут по Верлину наши казаки. Он к ней повел шажком, и ведь девушка с лошком, И с косою под пилоткой на углу стоит. Раскремилась, как глаза, бирюзой горят глаза. Не задерживай движение, казаку кричит. Казаки, Казаки, Едут-едут по Верлину наши казаки. Казаки, Казаки, Едут-едут по Верлину наши казаки. Завернутся умера, но поймал сердит у тебя. Ну, ребята, Марш со мною крикнул на скаку. Либо конница прошла, а девчина расцвела. Нежный взгляд не повыстал, ударил казакой. Казаки, Казаки, Едут-едут по Верлину наши казаки. 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 Девятое мая – праздник со своими многолетними традициями. Но одна из них появилась совсем недавно. В 2011 году по улицам городов впервые прошел бессмертный пол. И теперь уже каждое 9 мая мы видим портреты победителей. Чьих-то сыновей, отцов, братьев. В нашей семье воевали и мой прапрадед Иван Данилович Лысак. И мои прадеды Михаил Михайлович Косенко и Николай Григорьевич Горячев. Прапрадед считался пропавшим без вести, пока в 2013 году мы не узнали дату и место гибели. Прадеды воевали один в артиллерийской дивизии, а второй в монострелковой бригаде. Оба награждены медалями и орденами, в том числе медальами за отвагу и орденом славы. Мой прадед, Василий Иванович Куканов, ушел на фронт добровольцем сразу после 10 класса школы. Участвовал в Курской битве. Освобождал Тульскую, Орловскую, Смоленскую, Брянскую области, Украину, Белоруссию, затем Польшу, Румынию, Венгрию, Чехословакию. За проявленное мужество и героизм в боях за город Ровно был удостоен Ордена Красной Звезды. В 1944 году при освобождении города Болшадьер Матвенгрии лично взял в плен 10 человек, за что второй раз был удостоен Ордена Красной Звезды. В мае 1945 года освобождал город Праг, где и завершил войну. Моя прабабушка Алиме Абденанова родилась в 1924 году в Керчи. Во времена Великой Отечественной войны она была руководителем Джермай-Кашикской подпольной группы, которая поставляла важные разведданные для Красной Армии. Она погибла от рук немецких карателей. Ей было всего 19 лет. За подвиги удостоена Орденом Красного Знамени. За героизм, мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 1 сентября 2014 года Владимир Владимирович Путин подписал указ о присвоении военной разведчице звания Героя России. И посмертно. Моя бабушка Золотокопова Марина Александровна родилась уже после войны. В моей семье мало говорят об этом времени. Слишком много горя и потерь оно принесло. Но День Победы для бабушки всегда был и остается самым главным праздником. В этом году шествие Бессмертного полка пусть и в другом формате, но состоится. В Бессмертном полку МОГИМО пройдут герои Великой Отечественной войны, деды и прадеды студентов, магистрантов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава, сотрудников и руководства нашего университета и двух филиалов Воденцова и Ташкент. Дорогие друзья, уважаемые ветераны, примите от нас самые искренние поздравления Днем Победы. Мы желаем вам, вашим семьям, внукам и правнукам счастья и добра. Мы радуемся сегодня, несмотря на непростую ситуацию на планете, вместе с миллионами людей во всех странах мира, юбилею Победы. И вместе с МОГИМО семьей сейчас будем петь главную песню праздника, стихи которой написал выпускник МОГИМО Владимир Харитонов. Ее исполнит аспирант МГИМО, лауреат международных конкурсов Рамазан Рамазанов. И народный артист Российской Федерации Лев Лещенко. А поддержим наших исполнителей все мы. С Днем Победы! Мирного неба! Яркого солнца! Добра и счастья! День Победы, как он был от нас далек, как в костре под ушем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы под рахом тропа, это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы! День Победы, День Победы! Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина отчей. Дни и ночи, битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. День Победы, День Победы, День Победы! 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 День Победы, День Победы, День Победы! День Победы, День Победы! День Победы, День Победы! 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 День Победы!